Тему продолжим обсуждать с исполняющим обязанности мэра Ярославля Алексеем Малютиным. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В программе обустроим область к юбилею четыре основных направления. Благоустройство, дороги, культура и массовый спорт. Давайте вкратце по работам на каждом направлении. Самое большое направление это дворовые территории. На благоустройство будет потрачено более 200 миллионов софинансирования областного и городского бюджета. Более 200 дворовых территорий также будет отработано. Только некоторые дворовые территории просто в рамках того, как они сейчас выглядят. А некоторым мы подошли комплексно. Это впервые такое будет. А в опробировании, когда мы завозим грунт, когда мы делаем карманы, малоархитектурные формы, освещение. То есть двор после этого должен преобразиться. И мы в связи с этим увеличивали гарантийный срок ремонта по каждому двору до четырех лет. Поэтому надеюсь, что мы в эти дворы уже вернемся не скоро. Что касается спортивных объектов, то при ряде спортивных школ и, допустим, у Молнии в Афронском районе, там будут построены спортивные площадки. В двух ДК, это ДК Нефтяник и ДК Добрынина, будет заменено звуковое и световое оборудование. Вот. Что мы сейчас с вами... Дороги. Дороги, да. По дорогам хочу поблагодарить своих сотрудников за то, что отработали хорошо. И уже в мае все видели, подрядчик вышел. Сейчас активно идут работы по проспекту Ленина, будут отремонтированы. Улица Урицкого, на улице Строителей. Водоканал заканчивает свои работы по замене сети. Подрядчик вышел уже на ливневую канализацию. Поэтому здесь тоже мы идем хорошими темпами, из графика выпасть не должны. Все работы должны завершиться до 1 сентября. Но я не считаю вот этих двух годовых, как проспект Ленина или улица Урицкого. А как вообще определялись объекты, на которых будут произведены работы? Это тоже большая работа была проведена территориальными администрацией, вместе с депутатами областной думы, депутатами муниципалитета и с жителями. Потому что каждый двор вырисовывался и вымерялся. Мы лично сами объезжали многие дворы, чтобы не просто, как по старинке, вот был здесь асфальт, мы сюда и положим, а что-то менять, какие-то тропинки, которые не учитывались, подвигать этот детский городок, как будет удобно. Входы в подъезды, выходы, где нужно освещение перенести, где нужно деревья посадить, где кустарники. То есть в основном весь город был пройден ногами, с территориальным администрацией, с депутатами и с жителями. Алексей Геннадьевич, согласитесь, финансирование выделено большое. А как будут контролироваться подрядчики? Есть ли уже к кому-то претензии? Ну, претензии практически есть всегда по тем или иным вопросам, только они касаются большого объема переделок или небольшого. Сказать, что сейчас прямо подрядчики что-то нарушают, нет. Скорее всего, это мы столкнемся с этим, когда они выйдут во дворы. Сейчас уже начинают выходить во Фронинском районе. Я думаю, в течение ближайших 10 дней по всему городу подрядчики во двор выйдут. По большим магистралям особых вопросов нет. Хочу, кстати, воспользоваться моментом поблагодарить и губернатора Сергея Николаевича, и депутатов областной думы от фракции «Единая Россия». Если бы не они, то программа эта не состоялась. Мы их, безусловно, и жителей в том числе подвести не должны. Работа должна быть выполнена качественно и в срок. Что ж, спасибо, Алексей Геннадьевич. О программе «Обустроим область к юбилею» мы говорили с исполняющими обязанностями. Мыра Ярославля, Алексей Малютин.